Уваженный Александр Рыгорович, мы сегодня широ вас витаем и вельми рады запросить на наше святое на День Веда. Дозвольте кветку подарить. Наш колледж был создан в 64-м году. Обучаем мы по 9 специальностям профессионально-технического образования и по 2 среднеспециального. Это для легкой промышленности, для сферы обслуживания бытовой сферы. На сегодняшний день это 562 учащихся. Трудоустройство ежегодно стопроцентное, без вопросов. Это три варианта комплексного обеда, которые рассчитаны согласно нашей возрастной категории учащихся по энергетической ценности и по ценам. Вы готовите сами? Да. В моем штате 5 человек, 2 повара и остальные обслуживающие персоналы. Наша мастерская по ремонту и обновлению обеда. По ремонту обновлению. Да. Ну а вот такие сумки покупают? Да, если заказывают у меня. Да? Да. Это учебная мастерская по изготовлению швейных изделий. Здесь у детей проходит производственное обучение. Они изготавливают достаточно большой спектр швейных изделий, ассортимент. На данный момент мы вышиваем ручник с белорусским орнаментом. В этой машине автоматически заменяются все цвета ниток. Если в программе установить, допустим, каких-нибудь 8 цветов, они все их поменяют в нужное объеме или изменение. Установление не надо это сделать. Ну, это чудо-машина. Я знаком с ними. Да. Хорошая. Обычно, если какие-то экскурска или еще что-то, дети приходят, здесь зависают. По лекалам начерчиваем местоположение. Потом вкладываем коин. И нажимаем первая кнопка «Опускать лахту». Это кольцо? Это кольцо? Ну, вырезаешь или? Нет, нет. Она дальше уходит в нож и вот, отпускает. Вырезает. Понятно. Наши учащиеся делают такие красивые образы. Вам нравится? Ничего. Вам, вам нравится? Мне нравится. Вам нравится. Вам тоже нравится. Среднее специальное образование, которое пришло после профессионально-технического. То есть они у вас уже первую, так называемую, ступень училища освоили и поступили в техникум. Да. Только сюда добавляются те, которые, возможно, есть из других городов. Основу составляет парикмахер. Сейчас они готовятся к художнику-модельеру. То есть то, что мы видим, вот эти сложные прически, это как раз то, что уже делает художник-модельер. Сложности все, которые могут выполняться. Ну, они хорошо избрали профессию. Я говорю, они без работы не останутся, потому что я много в теме и знаю, какой спрос на них сейчас. И бедными тоже никогда не будут. Но если где-то пересечемся, я буду очень рад. Успехов вам, девчата. Самое главное – устроить свою жизнь хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...